Все замечательно. Ну что ж, тогда начнем. Еще раз. Здравствуйте. Сегодня у нас будет вебинар, посвященный автоматизации разработки раздела ТХ в Revit с помощью BNDID-коннектора и с помощью плагинов от NTP-трубопроводов. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Малышев и я являюсь продакт-менеджером по технологическому направлению в компании Citi. Сегодняшним моим заведущим является Алексей Бронин, который является главным специалистом отдела SAPR в компании NTP-трубопровод, который сегодня будет нам рассказывать о своих продуктах. Что ж, вкратце расскажу о том, что мы сегодня будем вам рассказывать и показывать. Начнем с предпосылок создания плагинов для использования в Revit и в других смежных программных продуктах. Покажем, как создавать технологические схемы в AutoCAD Plan 3D, чтобы передавать их потом в Revit. Покажем моделирование технологических трубопроводов в Revit и настройки проекта для передачи их смежным подразделениям, а также покажем вам интеграцию модели трубопроводов в программные продукты, в расчетные программные продукты NTP-трубопровод. Ну и также в конце ответим на ваши вопросы. Что хотел вам рассказать о нашей компании. Я знаю то, что многие из участников уже о нас слышали, где-то с нами даже работали, но есть участники, которые о нас не слышали и не совсем представляют, кто мы и чем мы занимаемся. Я представляю компанию CISD, которая уже работает более 25 лет на рынке саппора в России и также является эксклюзивным дистрибьютором программного обеспечения от компании Autodesk, ведущего разработчика программного обеспечения. И также в сотрудничестве с компанией Autodesk мы являемся эксклюзивным дистрибьютором AEC-коллекции, которая включает в себя инструменты для проектирования, строительства, архитектурных, инфраструктурных и промышленных объектов. Помимо взаимодействия с компанией Autodesk мы также занимаемся дистрибьюцией других вендоров, таких как NTP-тру-провод, чьи представители сегодня присутствуют на вебинаре, а также SCAD Office, Child Group, Gector и некоторых других компаний, которые закрывают узкоспециализированные задачи. Помимо этого мы являемся дистрибьютором программного обеспечения Assistant Build, который позволяет управлять строительством промышленных объектов на основе модели, выполненной в продуктах от компании Autodesk. Но хочу заметить, что напрямую с конечными пользователями мы не работаем. Мы работаем через достаточно большую дилерскую сеть с более чем 100 партнерами по всей России. И поэтому мы оказываем только квалифицированную техническую поддержку, также обучаем наших клиентов и также помогаем внедрять новые продукты, новые технологии для того, чтобы повышать эффективность наших клиентов и, соответственно, повышать их конкурентоспособность. Что ж, рассказав о нас и рассказав о плане сегодняшнего вебинара, приступим непосредственно к материалу нашего вебинара. Когда мы говорим о проектировании промышленных объектов, мы всегда подразумеваем разработку раздела ТХ. И раздел ТХ начинается с технологической схемы, то есть, соответственно, с самого технологического процесса и то, как это в будущем будет выглядеть. Составив схему, создается и компонуется оборудование, то, как оно будет располагаться уже непосредственно на нашем объекте. После компоновки происходит трубопроводная обвязка и выполняется технологический расчет. Далее на основе полученной информации выдается задание на разработку других разделов проекта, таких как архитектура, конструктив, генплан. Также передается задание конструкторам, возможно, для выполнения какого-то сложного оборудования. После проведения всех согласовательных работ и моделирования всех элементов нашего здания выпускаются спецификации и необходимые чертежи для выпуска и передачи нашего проекта уже настройках. Но для того, чтобы проверить, насколько качественно мы выполнили нашу работу, для этого существуют инструменты для поиска и устранения коллизий между дисциплинами, которые мы выполняли. Но, описывая этот процесс, мы должны подразумевать, что под каждым из этих пунктов используется свое программное обеспечение. И, конечно же, я сейчас расскажу о них. Для проектирования технологических схем используется AutoCAD Plan 3D, которых уже многие знают. Для создания и компоновки оборудования можно использовать Revit, это флагманский продукт от компании Autodesk, которая его сейчас продвигает на рынок как основной свой продукт. Также есть и программный продукт Inventor, который позволяет создавать как раз технологически сложное оборудование для очень сложных технологических производств. Для технологических расчетов на российских предприятиях уже де-факто используются программные продукты от компании AntepetroProVoD. И сегодня мы как раз покажем вам интеграцию с такими продуктами. Ну, а другие разделы мы также можем закрывать с помощью программных продуктов Revit, также AutoCAD, Civil 3D используются для закрытия раздела генплана. И получение спецификации мы также можем использовать в вышесказанное программное обеспечение. Ну и один из самых важных этапов, это поиск коллизий, помогает нам закрыть программный продукт Navisworks. И он не только помогает нам искать и устранять коллизии в наших моделях, но и соединять наши модели в один большой проект, чтобы мы могли его контролировать в общем и видеть всю картину, которая у нас имеется на этапе проектирования. Ну что ж, я вкратце рассказал о том, что мы будем сегодня рассказывать, и перейдем непосредственно к демонстрации возможностей и о том, что я говорил вначале. Как я говорил, схемы создаются с помощью инструмента Plan 3D. То есть один из инструментов для создания схем P&D это AutoCAD Plan 3D. AutoCAD Plan 3D это своего рода настройка над обычный AutoCAD. И открывая этот программный продукт, вы можете увидеть знакомые вам элементы из обычного AutoCAD. Но это не совсем обычный AutoCAD, он имеет некоторые доработки и улучшения, которые позволяют автоматизировать работу, автоматизировать и упростить работу при составлении схем P&D и технологических схем. Что ж, открывая план 3D, вы видите диспетчер проекта. Диспетчер проекта это важный интерфейс для взаимодействия и управления со всем проектом в AutoCAD Plan 3D. Здесь расположены все основные элементы. Начнем с выбора проекта и возможно создания проекта. Из вот этого выпадающего списка можно выбрать проекты, которые были недавно открыты. Здесь можно как создать новый проект, так и уже открыть существующий, в котором работает команда проектировщиков. Помимо этого, ниже располагается дерево проекта, в котором располагаются все файлы, которые находятся в этом проекте. Сегодня мы будем рассматривать два раздела. Сегодня я расскажу только о двух разделах. Это чертежи P&D, непосредственно схемы технологических стропопроводов и связанные файлы. Сразу же скажу, что в связанных файлах мы можем хранить абсолютно любые файлы, которые нам нужны и которые нам помогают для проектирования и разработки раздела ТХ. В разделе чертежей P&D располагаются файлы, в которых мы будем непосредственно работать. Давайте сейчас откроем один из файлов. Здесь в проекте только два файла, но в проекте может быть гораздо больше файлов, нет никаких ограничений по количеству файлов. Открывая файл, мы видим, в принципе, более-менее знакомый нам интерфейс по Аптокаду, как я уже говорил ранее. Помимо диспетчера проектов, Аптокад в план 3D настраивает еще другие инструменты. Немаловажным является палитра инструментов, где располагаются все основные элементы для моделирования наших технологических трубопроводов. То есть, соответственно, это линии трубопроводов, это оборудование, которое мы располагаем на нашей схеме, также всякую арматуру и какие-либо клапаны. Соединительные детали тоже являются немаловажным элементом. Элементы типа и вспомогательные элементы для отображения видимости каких-либо элементов, а также вспомогательные элементы для помощи в работе со схемой. Все эти палитры, естественно, мы можем настраивать, и настраиваются они именно под пользователя и под те проекты, над которыми вы работаете. Соответственно, для текущего вебинара я выполнил арматурные элементы, элементы графического обозначения по ГОСТу 2.785. Соответственно, в рамках стандартов вашей организации вы можете сюда вносить то, что вам требуется. Эти элементы выносятся через настройку проекта. Ну и, соответственно, вообще, в принципе, перед началом работы в план 3D проект нужно настроить. Сейчас я открою непосредственно требуемое диалоговое окно для того, чтобы настраивать проект, и покажу основные параметры настроек. Настройки проекта состоятся также из нескольких разделов. Это общие параметры, настройки непосредственно схем PIN-ID, настройки план 2D, ну и другие настройки для работы с проектом. В общих параметрах идут, естественно, как бы видны из названия, это общие настройки. Это база данных проекта, о которой я расскажу чуть позже, и что она себя представляет. Это свойства чертежа, также можно создавать формат имени файла, который будет создаваться в диспетчере проекта. То есть вот это имя файла, если вы сейчас видите мой курсор, это имя создано в зависимости от вот этого шаблона. И этот шаблон настраивается именно здесь. И все файлы будут соответствовать текущему шаблону. Соответственно, в разделе пути прописываются все необходимые пути к всем настроечным файлам, ну и остальные параметры, о которых я сейчас рассказывать не буду. Теперь перейдем к настройкам PIN-ID, где как раз располагаются основные элементы для управления непосредственно схемой. В разделе концевые соединения мы можем указать, что как будут соединяться элементы, параметры линии мы здесь можем увидеть, как пересекаются линии, то есть как отображается пересечение, это как просто разрывом, либо другой, тоже все зависит от стандартов вашей организации. Дальше я перейду к структуре непосредственно элементов графического обозначения и перейду к инженерным элементам, то есть к тем элементам, которые располагаются на схеме. То есть, соответственно, это встраиваемые элементы, это могут быть всякие арматуры, соединительные детали трубопроводов, где указываются и настраиваются все основные элементы. Здесь вы можете добавлять элементы, создавать новые элементы, создавать им графическое обозначение, а также добавлять необходимые параметры и атрибуты для этих элементов. Сейчас я здесь настраивать ничего не буду, сейчас просто нажму отмена, потому что на проект у меня уже настроен и готов к работе. Я продолжу дальше рассказывать про продукт. Помимо обычных файлов автокада, план 3D добавляет еще базу данных, о которой я говорил чуть выше, и эта база данных как раз позволяет нам управлять проектом и устанавливать взаимодействие между всеми элементами проекта, чтобы они имели связь и не были просто обычными либо блоками автокада, либо какими-то примитивными элементами самого автокада. Для этого в плане 3D есть инструмент, который называется диспетчер данных. Диспетчер данных хранит в себе и показывает всю базу данных о проекте. То есть каждый элемент, который есть у нас на схеме, он не только отображается на самом тертеже, но он также имеет индивидуальную запись по базе данных самого проекта. Как раз диспетчер данных позволяет нам отображать эту базу данных и отображать все элементы. Допустим, я выбрал вот этот насос, нажав кнопку показать элемент, я его увидел здесь в этой базе данных. И, соответственно, здесь есть все необходимые информации об этом элементе. То есть, соответственно, здесь на данный момент указано описание этого элемента, изготовитель, номер модели и другие параметры, которые нужны для работы. Как я говорил ранее, вы можете эти параметры добавлять. Соответственно, этот диспетчер данных делится на два вида, на два экрана. Это непосредственно сама база данных и иерархическая структура базы данных. По большей части иерархия очень похожа на то, что я вам показывал ранее в настройках проекта. То есть, как бы здесь, так же, как я проходил по пути встраиваемых объектов арматура и входящим элементам, здесь отображаются как раз именно те элементы, которые внесены в проект и не отображаются те, которые вообще, в принципе, есть в проектах, которые возможно добавить. Сейчас я вам рассказал об основных элементах управления и создания технологических схем. Теперь давайте создадим небольшой фрагмент на нашей схеме. Не создадим, а немножко доработаем нашу схему, для того, чтобы нам ее потом передавать в Revit и уже на основе нее моделировать технологические тропопроводы. Для этого перейдем на вкладку оборудование, выберем требуемое оборудование, выберем колонну, разместим ее где-то здесь. И вот смотрите, когда я попытался отставить элемент графического обозначения, мне сразу же программа высвечила сообщение о том, что нужно присвоить идентификатор. И, как я говорил ранее, каждому элементу соответствует своя запись в базе данных, и которая должна иметь свой идентификатор, то есть свой уникальный номер, по которому можно находить этот элемент в базе. Этот идентификатор для данного элемента состоит из двух элементов. Это тип, то есть это как бы колонна и номер. Номер мы можем как ввести значение вручную, какое нам нужно, либо ввести следующее по порядку, которое уже здесь есть. Так как и здесь на чертеже используется уже пять колонн, то, соответственно, следующее по порядку, это будет номер шесть. Также вы можете из вот этого упадающего списка увидеть вообще, какие элементы присутствуют в данном проекте, допустим, чтобы задать какой-то специфический номер, либо какое-либо другое описание в идентификатор. Далее, если мы нажмем поместить аннотацию, то, соответственно, вот этот номер идентификатора поместится рядом с нашим оборудованием. Нажимаем «Назначить» и выставляем индентификатор, вот наша колонна появилась. Соответственно, у нее уже есть своя запись в базе данных. Теперь, разместив это оборудование, как я говорил ранее в презентации, то, что разместив оборудование, нам нужно его связать с уже имеющимся, сделать обвязку этого оборудования. Для этого также переходим на полезный инструмент, переходим на вкладку «Линии» и выбираем линии трубопровода. Сейчас мы будем использовать линии трубопровода с продуктом цианид, так как схема у нас уже выполнена с этим содержимым. Соответственно, мы подключаемся уже к существующей линии, отведем от нее участок и подключаемся к вставленному ранее элементу. Как вы видите, элемент сразу же подключился и были добавлены автоматически штуцера для нашего элемента. Также нам нужно соединить эту колонну с другим участком трубопровода. Также мы переходим на линию трубопровода, выбираем еще один участок и у нас она автоматически соединяется. Как вы видите, сейчас линия присоединилась. И так как я говорил ранее, что каждому элементу должен быть присвоен идентификатор, как вы видите, здесь идентификатор присвоился автоматически, что позволяет нам упрощать работу. Но бывает, что присвоился не автоматически и через тот же окно присвоить идентификатор мы назначаем наш идентификатор для наших элементов. Проверяем, есть ли идентификатор на другой линии. Вот как раз видите, этот участок не присоединился к общей линии. Для этого есть инструменты для объединения уже существующих линий. Для этого мы выбираем уже существующий участок и в элементе группы линий нажимаем редактировать. Так как это обычный автократ, то мы управлять нашим частежом можем еще с помощью командной строки. Здесь мы видим наши возможности и сейчас нам нужно добавить новые элементы в нашу группу. То есть выбираем новый участок, нажимаем Enter и наш участок объединился в одну группу. И, соответственно, здесь также присвоился идентификатор. Но здесь не указан размер, соответственно, мы здесь укажем размер, который нам нужен. Здесь идет труба 80-го диаметра. Мы можем также назначить идентификатор и поместить его рядом с трубопроводом чисто для графического отображения. Помимо обвязки нам также нужно разместить арматуру наших трубопроводов. Соответственно, мы идем на, то есть сейчас она называется клапанной, и размещаем задвижку. Как вы видите, здесь автоматически присвоился идентификатор. Мы его можем также изменить через присвоить идентификатор и видим, что код у этого элемента по умолчанию задан как ZD, то есть как бы сокращение от задвижки и задан номер. Все эти параметры и элементы в идентификаторе мы можем, естественно, настраивать. И настраиваются они достаточно гибко через настройки проекта, о которых я говорил чуть ранее. Сейчас я не буду вдаваться в подробности, как конкретно это создавать, потому что мы сегодня ограничены в тайминге, программа у нас насыщенная. Но если вам вдруг будет это интересно, вы, пожалуйста, пишите мне на почту, либо обращайтесь к нам в организацию. Мы это вам продемонстрируем и покажем, как детально это делать. Сейчас я ничего назначить не буду, потому что они уже назначены. Помимо работы непосредственно с самой схемой, вот сейчас здесь я увидел такую небольшую ошибку, потому что у нас изначально поток идет в одном направлении, а здесь он пересекается, что не совсем верно. Нам нужно было его сделать, чтобы он шел по одному направлению. Для этого мы можем здесь отредактировать нашу линию, выбрав в вспомогательном меню обратить поток. То есть, соответственно, вот этот участок будет обращен. Помимо работы в одном чертеже, также появляется надобность работы с другими чертежами. Допустим, у нас есть другой чертеж, в котором есть какой-то участок трубопровода, и нам нужно его соединить. В AutoCAD Plan 3D, естественно, есть такая возможность для соединения чертежей. Переходим на вкладку «Разное». Этот инструмент называется «Межстраничное соединение». Мы его размещаем на трибунном участке. Сейчас мы видим здесь неустановленную связь. Это вот красный значок. Нажимаем на наш элемент, нажимаем на кнопку «Соединиться». И в нашем первом чертеже выбираем элемент, с которым мы хотим соединить. Нажимаем «Ок». И все, у нас связь установлена. И, соответственно, переданы все основные параметры для этого трубопровода. То есть, соответственно, здесь уже передан размер, область применения, как она называется, ну и, соответственно, номер линии. Когда мы выполнили чертеж, нам нужно его проверить, чтобы не было каких-либо недочетов по самой схеме, либо каких-то несостыковых в схеме. Для этого есть инструмент проверка чертежа. Это она располагается на вкладке «Плавное» в разделе «Проверка». Мы нажимаем «Запустить проверку». Он проверяет все наши чертежи в объекте. Ну, если в объекте, в проекте. Если чертежей много, то мы можем выбрать конкретно один чертеж, который мы хотим проверить, чтобы не проверять весь проект, если он достаточно большой. Сейчас мы ждем, когда она проверит. Здесь в этой проверке можно также, она также проверяет на наличие каких-либо примитивов, которые не связаны с плантом 3D и вообще указывают все элементы, которые не соответствуют схеме. В нашем чертеже есть отношение по конфликтам направления потока. Давайте еще раз проверим направление потока. Да, здесь как бы все достаточно подробно написано, в чем есть ошибка. Да, получается, что у нас из этой колонны выходят два трубопровода, но сюда ничего не входит. Соответственно, это ошибка, ее можно исправить. Для этого мы сейчас попробуем исправить нашу схему. Давайте здесь разорвем наш участок, чтобы удалить этот участок, и здесь отобрать им поток. Не совсем. Что, что я хотел сделать, ну, страшно. Так, вот я здесь обратил поток, и на схеме мы дальше это отобразим. Помимо схемы, нам нужно создавать отчеты из нашей схемы. Когда мы исправили все ошибки, так как автокад не имеет встроенной возможности создания отчетов, и в базу данных по нашим элементам нам нужно как-то выгружать и делать по ним требуемые спецификации. Здесь из диспетчера данных мы можем только выгрузить данные в формате Excel. Что, как бы, с одной стороны, очень полезно. Мы можем, так сказать, кастомизировать наши отчеты, но это не всегда удобно, потому что по нашим стандартам у нас для нас требуется оформлять ее по определенным стандартам. Для этого есть специальное программное освещение Autodesk Report Creator, которое поставляется вместе с Quantum 3D, который как раз позволяет нам создавать отчеты. Это достаточно простая программа, в ней вы как раз выбираете тот проект, который вам нужно специфицировать, выбираете шаблон, на основе которого будет сделан отчет и спецификация, и, соответственно, выполняете генерацию данного отчета. Сейчас мы немножко подождем, когда он сформулирует. Вот пример 9-ти графки, который как раз оформляется по нашим стандартам, где как раз указаны наши трубопроводы, какие-то параметры этих трубопроводов, которые как раз занесены в диспетчере данных. И также мы можем эту таблицу экспортировать как в PDF, чтобы ее там где-то распечатать. Мы можем также перевести ее в Excel и чтобы, допустим, вставить ее на наши чертежи в AutoCAD с помощью связи данных с таблицей, с стандартными средствами AutoCAD. После создания схемы нам нужно эту схему выполнить в 3D, то есть смоделировать. Моделировать мы сегодня будем ее в Revit. И для того, чтобы нам передать эту схему, нам нужно использовать какой-то интегратор, то есть инструмент для передачи этой схемы в Revit. Для этого как раз силами компании CCT и был разработан плагин, который называется PNDID Connector. PNDID Connector для AutoCAD представляет собой небольшую складку, а также две кнопки для работы из планта. То есть, соответственно, это папка для выгрузки обменного файла. То есть вот эту схему мы будем передавать в Revit. Сейчас я выберу папку на рабочем столе, просто чтобы вам показать, как этот файл формируется. И кнопка «Выгрузить данные». Когда мы ее нажимаем, у нас появляется сообщение о том, что файл успешно выгружен, и мы можем его передавать дальше инженеру-монтажнику для выполнения интровопроводной обвязки. Этот файл вы можете увидеть на рабочем столе в папке «Обменный файл». Мы выбираем обычный файл в формате JSON, в открытом формате файл. Теперь мы переходим в Revit, чтобы показать работу уже непосредственно в Revit и выполнении интровопроводной обвязки. Но сейчас, чтобы вы не скучали, я хотел бы повести небольшой опрос. А точнее, какое программное обеспечение вы используете для разработки схем P&ID? Сейчас, я думаю, у вас должен появиться опрос. Попрошу вас ответить, чтобы мы, как компания, понимали, сколько у нас клиентов и пользователей используют какие-либо программные продукты, чтобы предложить другие решения, более оптимальные, более эффективные, для того, чтобы повысить вашу эффективность. Потому что мы сами же в этом заинтересованы. Сейчас я немножечко подожду. Сейчас уже практически 50% проголосовало. Еще немножечко подожду, еще секунд 20-30. Я думаю, нас сегодня не так много, потому что, я думаю, лето, все хотят уже отдыхать. И погода у нас сейчас в последнее время очень радует, даже ферсюр радует погоду. Проголосовал уже 60% наших участников. Я думаю, я могу уже остановить опрос. Что ж, судя по опросу, 60% наших участников и проголосовавших используют обычный автокад, либо автокад ЛТ, что, соответственно, не очень хорошо, что может быть даже неэффективно. Соответственно, вы можете к нам обращаться для более продвинутых и более эффективных инструментов. Что ж, я закрываю опрос. И продолжаю презентацию. Что ж, мы перешли в Revit. Я думаю, что некоторые уже Revit знакомы и знают, что это такое. И сегодня я буду вам как раз показывать демонстрацию работы нашего плагина на уже существующем проекте, на проекте золотоизвлекающей фабрики. Здесь проект достаточно большой, но я буду показывать его на маленьком фагменте. Я перейду на уже созданный вид. Фагмент, я думаю, вы можете уже увидеть, что он вам знаком. Это, соответственно, та схема, которую я создавал ранее. Для этого нам нужно сюда разместить требуемое оборудование. Перейдем на план. Но сейчас уже оборудование некто размещено. Но в реальной жизни мы можем не знать, какое оборудование нам нужно здесь размещать и как оно будет выглядеть на самом деле. Потому что инженеры-монтажники не совсем знают, какое это оборудование. Оборудование мы можем получить... Оборудование мы можем создать с помощью стандартных инструментов Revit. Можем получить оборудование от поставщиков оборудования. Но также можем оборудование создавать в рамках нашей организации. Но сперва нам нужно создавать задания на разработку технологического оборудования. Для этого существует в шаблоне АТСК, в шаблоне Revit, небольшой конструктор для создания вот таких как раз болванных оборудований, для последующей передачи их инженерам-конструкторам. У меня сейчас как раз есть такое семейство, оно называется типовая емкость вертикальная. Я заранее ее уже создал, создал коннекторы, которые нужны будут для нашей схемы, чтобы не тратить время сейчас на вебинаре. То есть, соответственно, я разместил это оборудование. Как вы можете видеть, на 3D-схеме она также имеет два коннектора, как и было смоделировано в схеме. И сейчас нам нужно их подключить. Но как раз мы можем сделать это с помощью нашего плагина. Переходим на вкладку Pind.id Connector. И здесь у нас также есть несколько кнопок для управления нашим плагином. Сперва мы должны загрузить тот файл, который мы выгрузили из нашего проекта в план 3D. Открываем обменные файлы. Открываем наш файл. Ждем, когда Revit и плагин его обработают. Немножечко подождем. Он файл подгрузил. Соответственно, мы можем продолжать работать. Для настройки нам нужно установить соответствие элементов графического обозначения с элементами в Revit. Соответственно, для этого есть соответствующий инструмент. Называется он общий настройки соответствий. Он состоит из трех основных разделов. Это тип систем. То есть, те, какие системы мы будем соединять. Сейчас тип системы, который используется в данной схеме, это Cyanid. Здесь уже в Revit он заветно создан. Мы его здесь просто выбираем. Также мы устанавливаем соответствие между элементами трубопроводов. И назначаем им семейство из стандартных семейства трубопроводов Revit. Также мы устанавливаем соответствие между компонентами трубопроводов. То есть, это какая-либо арматура. Также здесь идут переходы и другие элементы. Соответственно, здесь идет связывание этих элементов. И также связывание элементов оборудования. И вот как раз наша колонна, которая была создана в схеме, мы здесь ее присваиваем на соответствие с типовой емкостью вертикальной, которую я только что сейчас разместил. И также последний раздел – это соответствие параметров. Помимо соответствия между элементами, нам также нужно переносить наши атрибуты, то есть описание наших элементов. И здесь для каждого типа элементов можно переносить свои параметры. То есть, соответственно, в левой колонке мы видим свойства, которые у нас были взяты из P&D-коннектора, из планта 3D, а здесь свойства, которые были присвоены через файл общих параметров в Revit, которые привязаны к трубам. Также такая же настройка параметров происходит для трубопроводной арматуры, для соединительных деталей и для оборудования. Соответственно, эти параметры вы можете добавлять, редактировать. Здесь ограничений никаких нет по количеству параметров. То есть, соответственно, вам достаточно нажать, добавить какой-то параметр. И здесь весь список всех параметров, которые есть в планте 3D, то есть в проекте планта 3D, и, соответственно, назначить ему соответствие. Сейчас у меня уже все соответствия назначены. Сейчас я ничего сохранять не буду, просто нажму отмена и покажу именно процесс моделирования и связи нашей схемы с моделью. Помимо вкладки P&ID Connector на панели инструментов, наш плагин состоит еще из двух оффен. Это результаты проверки, о которых я расскажу чуть позже, и данные P&ID. То есть, соответственно, это та наша схема, которую мы выкрутили. Первоначально он состоит из двух элементов. Это чертежи схемы. Он немножко похож на диспетчера проектов в планте, то есть здесь также выбраны два файла. Сейчас мы будем работать с субтаргент файлом. И здесь у нас как раз отображены наши линии трубопровода. Как вы видите, не все линии заполнены, то есть не все отмечены зелеными галочками. Как раз мы сейчас и будем выполнять дальше моделирование. Так как у нас колонна уже вставлена, мы можем ее уже связать с каким-то имеющимся элементом. Для этого мы выделяем колонну и нажимаем на назначить выбранному элементу. Сейчас немножко подождем, когда он нас обратит. Как видите, здесь появился немножко другой статус. Статус отличается. Есть какие-то несостыковки. Сейчас здесь несостыковка заключается в том, что это оборудование не полностью подключено. Еще не все не подключены ко всем верхам трубопровода. Соответственно, нам нужно их подключить и разместить. Мы можем перейти на вкладку системы, выбрать трубы и подключить наше оборудование к нашему уже существующему трубопроводу. Для этого в существующей схеме выберем элемент, добавим вместо отвода тройник, чтобы мы могли подключиться. И от него продолжим рисовать трубу. Как раз он стандартный функционал. Сейчас мы подводим трубы условно, потому что дальше мы будем эту форму передавать, это задание передавать инженеру-конструктору для проектирования оборудования. Сейчас я соединил с одним участком, а теперь нам нужно соединить с другим участком. Так, создаем тройник, подключаем нашу трубу. Нажимаем рисовать трубу. Сейчас я это делаю в 3D, но мне ничего не мешает перейти на 2D виды, так как это Revit, и он имеет достаточно богатый функционал в плане работы с моделью. До этого вот этот участок я сделал в 3D, и сейчас я сделаю это с помощью разреза. Перехожу к требуемому виду. Размещаю. Размещаю трубу и подключаю ее. Так, сейчас немножко не хочет подключиться, но можно попробовать подключиться с другим инструментарием. Присоединить-ка. Убираем. Ага, так, значит, мы немножко неровно разместили наше оборудование. Мы можем так же перейти на другой вид, чтобы чуть корректнее разместить. Так, мы видим, да, немножко есть небольшое смещение, но ничего страшного, мы можем это достаточно легко исправить. Сейчас мы немножко это передвинем, чтобы у нас не было никаких проблем при моделировании. Выбираем наш элемент и перемещаем нам так, как нам требует. У нас есть небольшие направляющие. Так, немножечко лучше сделаем. Бывает в ревизе как раз это икс. Смещение, но ничего страшного, они решают, в принципе, достаточно просто. Иногда бывают такие технологические, скажем так, не совсем как бы, даже не проблема, а, скажем так, элементы моделирования наших оборудов. Так, попробуем теперь соединить. Соединить. Так, все равно еще требуется. Что-то ему не нравится. Так, сейчас еще раз попробуем это выполнить. Давайте немножко отодвинем. Также в Revit мы можем строить это при помощи линии детализации. Допустим, как раз сейчас возникла такая ситуация, что не совсем я могу корректно привязаться. Revit, что мы не будем вступить сейчас. Ну вот, так, рисуем один участок. Перемещаем нашу трубу в требуемую участку. И еще раз попробуем соединить. Так, кто-то там, опять, не хочет. К сожалению. Так. Бывает такое случается иногда, но... Я думаю, я сейчас все с этим справлюсь. Можем попробовать еще разместить немножко другим способом. То есть... Нам нужно разместить трубу. Слишком далеко отодвинем. Сейчас не буду отнимать у вас время. Покажу дальше соединение и продолжим. Потому что сейчас что-то, пока у меня не совсем получается с этой трубой. Но я думаю, для тех, кто работал в Revit, знают, что эта проблема решается достаточно просто. Сейчас не совсем понятно, что произошло. Сейчас мы можем соединить наш участок, только что спроектированный. Выделяем наш участок. Перейдем на другую линию, так как это немножко другая, линия другая была. Видим нашу колонну и назначим ей как раз связь с нашей схемой. Сейчас немного подождем секунду. И увидим, что она... Она отключается, но потому что я не смог подключить вот этот участок. Помимо... Как видите, все остальные элементы подключены. Просто сейчас что-то у меня не получилось подключить. Но, как вы видите, это живая демонстрация. Здесь возможны всякие проблемы. Но дальше это никак не повлияет на нашу работу. Для того, чтобы передавать эту колонну инженеру-конструктору, чтобы он на основе нее делал, выполнял, соответственно, вот эту модель, мы должны создать в модели соответствующий вид, который содержит все окружение, которое требуется для моделирования. И мы вот эту модель передаем саму модель, то есть передаем сам файл Revit. И с помощью нового функционала Inventor 2022 мы можем подгрузить полностью весь проект Revit и видеть все связанные элементы, которые на этом виде находятся. И инженер-конструктор может уже проектировать оборудование с учетом окружения, то есть направлять, чтобы в нужном направлении учитывать расположение других элементов либо другого похожего оборудования, так как это и сделано у нас сейчас. Соответственно, этот файл мы передаем конструктору, и он уже с ними работает. И сейчас мы можем не возвращаться к текущей модели и продолжить выполнять наш проект. Соответственно, выводить нашу модель на чертеж. У Revit есть достаточно богатый функционал с выводом на чертеж, выводом на листы и создание чертежей и спецификаций. И этот функционал встроен и не требует каких-либо доработок. Соответственно, сейчас у меня уже созданы листы. Есть возможность создавать листы также по нашим костам, по нашим нормативам. И ничего в этом сложного нет. Спецификация создается тоже стандартным средством. Сейчас как раз отображены несколько спецификаций. Допустим, спецификация оборудования, где располагаются наши элементы. То есть как раз вы видите, что я добавил сейчас колонну номер 6, колонну сорбции, и она здесь появилась автоматически, то есть без каких-либо моих дополнительных действий и каких-либо махинаций со стороны работы со спецификацией. Также мы можем создавать спецификации на основе наших гостов. Как вы видели ранее, я показывал через report creator создание спецификации. В рейте я также спокойно могу создать точно такую спецификацию с точно такими же данными. То есть это обозначение трубопроводов, наименование транспортированного продукта, какие-либо давления, либо другие какие-либо технические характеристики. Сейчас, предположим, инженер-конструктор уже прошло какое-то время, и инженер-конструктор спроектировал нашу колонну, и мы можем ее также вставить. Для этого мы возвращаемся в нашу модель. Перейдем на план. Здесь мы можем сейчас вот эту модель вскрыть, удалить ненужные элементы. Мы подгрузили эту модель. Она, по сути, похожа на вот эту. В данный момент я ее просто скопирую для упрощения. Размещаю ее здесь. И также попробую проверю коннектор, где находится. Здесь они находятся немножко с другой стороны, но это ничего страшного. Я могу повернуть нашу модель также стандартными инструментами. Поворачиваю сейчас на 180 градусов, чтобы было максимально близко к нашему трубопроводу. Так как я сейчас заменил нашу модель и удалил предыдущего баланса и заменил модель, нам наш плагин PNDID Connector как раз сообщает, что этот элемент, который был ранее смоделирован, не смоделирован. То есть нам нужно его повторно привязать и смоделировать, потому что элемент изменился. Но так как я до этого, как вы могли увидеть, в соответствии объекта уже связывал эту нашу колонну с текущей колонной, которая была получена от инженера-конструктора, то он также ее сможет привязать. И мы можем привязывать неограниченное количество семейств к одному типу графического обозначения. То есть мы здесь также назначим выбранному элементу, подождем, когда он ее подгрузит. Сейчас она, указано, что она отличается, то есть она не до конца смоделирована. Перейдем на другой вид. Сейчас попробуем соединить. Выберем наш коннектор, соединим с другой. И вот, как вы видите, здесь он нормально соединился, не возникло никаких проблем. Далее перейдем на другой вид, чтобы нам соединить другой участок нашего трубопровода. То есть мы выбираем наш участок. То есть наши элементы, присоединяем его к трубопроводу. Ну, сейчас он немножко криво соединился, но ничего страшного, мы можем это поправить. Сейчас здесь удалим лишние элементы, которые образовались. Удалим тройник и сделаем его просто отводом. И продолжим соединение наших элементов. Так, значит, вот этот участок нам нужно также выделить, установить ему соответствие. Да, сейчас соответствие установилось, так как вообще еще оно отличается. Нам нужно перейти на другой участок и также привязать фрагмент, который мы добавили. Это сообщение, которое сейчас вы увидели, показывает, что как бы помимо труб здесь еще выбраны две элементы. Но как бы на фото оно никак не влияет. Как вы видите, здесь колонна отлично, что смоделирована. То есть трубы, которые я подал к этой трубе, смоделированы правильно и привязаны тоже правильно. Но так как я до этого еще не разместил задвижку, а в проекте я ее создавал, здесь я могу дважды кликнуть по ней и разместить ее непосредственно на нашем трубопроводе. Когда я ее размещаю, она также понимает, что она смоделирована и весь участок также смоделирована. И как вы видите, все наши линии, которые я создал до этого в планте, отмечены как смоделированы. То есть я моделировал как раз участок 10.02 и 10.07. Смоделировав наши трубопроводы, нам нужно эти трубопроводы передать на расчет. Для этого я также, как и для передачи конструкторам, для расчетчиков я также создаю определенный вид, в котором как раз размещают то оборудование, которое мне нужно рассчитывать. Сейчас здесь выведены также два участка, это участок 10.07 и 10.02, как раз оборудование от которого поступает наша жидкость и куда она дальше идет. Эту модель я передаю расчетчикам и дальше они с ней работают. Сейчас, когда расчетчики считают модель, мы можем вносить в модель какие-то изменения, которые как раз не влияют на нашу модель. То есть на геометрическую составляющую, допустим, изменились какие-то параметры. Предположим, в нашей схеме наш инженер-технолог решил внести какие-то изменения в плане описания. Допустим, у нас на некоторых задвижках или, допустим, на фильтрах изменился изготовитель, поменялся завод, допустим, они выбрали тендер, либо какие-то изменения произошли с нашим изготовителем. Через диспетчер данных мы выбираем те фильтры, которые нам нужны, и вот здесь мы можем, соответственно, поменять наши данные. Допустим, сейчас здесь стоит изготовитель PSTH-промарматура, и мы можем его поменять на любой другой. Ну, тот, который нам нужен. Я сейчас сделаю небольшую заготовочку. Выбираю все наши фильтры. И заменяю у них изготовителем. Также я сохраняю наш проект. И повторяю те же самые действия с выгрузкой. Но так как я до этого уже выбирал папку для выгрузки, мне уже не нужно ее повторно выбирать. Я просто нажимаю кнопку «Выгрузить данные». И файл обменный выгружается именно в ту же самую папку. И эта папка может располагаться где угодно. Хоть на сетевой папке внутри вашей организации, либо где-то на рабочем столбе, на локальном компьютере. И она не требует подключения какого-либо... Подключение к сети интернет. Можете спокойно работать в локальной сети организации. Выгрузив файл, этот файл также передается инженеру-монтажнику и снова подключается в проект Revit. Я также выбираю файл, выбираю выгрузанный файл. Вот он как раз в дате изменений 1154, то есть как раз вот только что. Нажимаю его «Открыть». Жду, когда Revit его обработает, то есть плагин его обработает. Подождемся какой-то момент. И вот вы видите, что на трех участках у нас стоят восклицательные знаки. Но как бы мы не можем понять, что у нас вроде бы... Если мы перейдем снова на схему, у нас фильтры были бы смоклинированы, все нормально, и как раз для этого у нас есть инструмент результата проверки, в котором как раз и отображают те изменения, которые были внесены. Результаты проверки стоят из нескольких разделов. То есть это отсутствует в Pint ID, это те элементы, которые есть в Revit, но нет в схеме. Дублируются в Revit, допустим, элементы, у которых один и тот же идентификатор. Идентификатор из нашей схемы. Также элементы, которые отсутствуют в Revit, это сейчас элементы, первые схемы, которые мы не рассматривали, которые я просто показал, что она есть. Элементы как раз отличаются. И вот здесь как раз именно указано то, что отличается. Как вы видите, здесь указывается параметр, который значение должно быть, а вот здесь значение, которое есть сейчас, и нам нужно его изменить. То есть, соответственно, если мы выберем наш фильтр на схеме и перейдем в параметр... А, да, у этого фильтра пустое значение было, а у этого фильтра параметр изготовитель как раз на PSTH Pro мурматура. И для этого нам не нужно снова присылать, мы можем прямо из-за результата проверки присылать эти значения. Но перед этим есть такая возможность, как сохранить вот эти изменения. То есть, есть кнопка «Сохранить», и мы в формате Excel выгружаем данные, которые у нас здесь есть для составления каких-либо отчетов, либо итогов отчетов, либо промежуточных отчетов. Ну, сейчас сохраним просто файл, я покажу, как это выглядит. Также по обменной папке я открываю этот Excel-файл, и вы увидите, что выгружается полностью вся информация о результатах проверки, и вот как раз на вкладке «Отключаются» мы видим, что в каком параметре какое значение находится, и здесь есть различия. Здесь файл не сохраняю, возвращаюсь к проекту, и через результаты проверки я, соответственно, присваиваю новые значения для наших элементов. То есть, правой кнопкой мыши есть «Принять параметры из P&ID». И нажимаем. Все, они здесь присвоены. Перехожу снова на вкладку «Данные P&ID», и вижу, что все линии у нас смоделированы так, как нужно, и никаких расхождений с моделью P&ID нет. Что ж, сейчас я передам слово моему коллеге и моему соведущему Алексею. Помимо этого, пока я не передал ему слово, я хотел бы еще вас спросить, какое программное запрещение вы используете для проектирования трехмерных моделей технологических трубопроводов. Сейчас, пока Алексей подключается и настраивается, я запущу тест и ждем Алексея. Практически половина зрителей проголосовала, и большинство из них используют Revit, и это радует, что Revit используется как инструмент для проектирования раздела ДХ. Но также у нас есть люди, которые проектируют SmartPlan 3D, и это даже интересно, что они тоже интересуются Revit и тем, какие возможности он предоставляет в части разработки раздела ДХ, да и вообще, в принципе, в части разработки рабочей документации для наших проектов. Ну, я думаю, я могу уже остановить голосование. Сейчас я передам слово Алексею, правильно? Алексей? Да, Дмитрий, спасибо. Коллеги, всем добрый день. Видно ли мой экран? Да, Алексей, ваш экран видно. Замечательно. Тогда, прежде чем перейти к теме моего доклада, позвольте я представлюсь и немного расскажу о нашей компании. Меня зовут Алексей Пронин, я представляю компанию УТП Трубопровод. Компания УТП Трубопровод уже более 25 лет на рынке. Мы являемся многопрофильной организацией и предоставляем широкий спектр услуг. Во-первых, у нас есть свое проектное подразделение. Мы занимаемся проектированием как новых, так и реконструкции существующих нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Мы оказываем услуги по контролю за выполнением требований промышленной безопасности, выполняем диагностику, выполняем на заказ расчеты любой сложности, решаем различные научные задачи. И, наконец, мы занимаемся разработкой программного обеспечения. На сегодняшний день доступна широкая линейка программ. Это программы для прочностных расчетов, как трубопроводов, так и сосудов и аппаратов. Программы для гидравлических и теплогидравлических расчетов, для расчета теплофизических свойств веществ. А также программа для расчета и выбора тепловой изоляции. И комплексная программа для монтажного проектирования. Если говорить по задаче проектирования технологических трубопроводов, то следует выделить три флагманских продукта. Это программа «Старт», которая позволяет рассчитывать трубопроводы различного назначения на прочность и жесткость. Это программа «Гидросистема», которая позволяет сделать оптимальный выбор диаметров витвит трубопроводов, рассчитать пропускную способность трубопроводов, выполнить тепловой и гидравлический расчеты. И программа «Изоляция», которая позволит оптимально подобрать теплоизоляционные материалы, рассчитать их количество, рассчитать объемы работ и выпустить проектную документацию. Мы уделяем очень большое внимание интеграции наших продуктов. Все они взаимодействуют как друг с другом, так и с рядом известных систем трехмерного проектирования. Одной из наших последних разработок является линейка модулей интеграции с Autodesk Revit. Я прервусь на минутку, все ли в порядке у меня со звуком, а то я слышу какие-то артефакты. Вас слышно, все хорошо. Спасибо, Татьяна. Продолжаем. С нами разработана линейка модулей интеграции системы Autodesk Revit. Все модули работают по одному принципу. Выглядит он следующим образом. С помощью модулей интеграции мы можем выгрузить из Revit трубопроводную систему файла открытого формата расчетной программы. У каждой расчетной программы он свой. Затем этот файл импортируется в расчетную программу и уже при необходимости пересохраняется в ее родной формат. Процедура достаточно проста, но тем не менее она требует соблюдения ряда условий. Во-первых, трубопроводные системы, которые вы хотите экспортировать из Revit, должны состоять из элементов категории трубы, соединительные детали трубопроводов и арматура трубопроводов. И, во-вторых, элементы, которые входят в состав этих трубопроводных систем, должны содержать определенный перечень параметров. Обязательный перечень небольшой, как правило, это геометрические параметры, которые и так уже содержатся в семействе, и добавлять что-то дополнительно не придется. Остальные параметры являются опциональными, как правило, это технологические параметры или различные опции, необходимые для выполнения расчетов. За соответствие параметров элементов Revit и параметров элементов расчетной программы отвечают мэппинг-файлы, которые также доступны пользователям для редактирования. Чтобы было понятнее, давайте я продемонстрирую работу модулей живьем на фрагменте модели, которую уже вам показывал Дмитрий. Итак, что из себя представляет модуль? Это диалоговое окно, в которое вы можете добавить трубопроводную систему из модели. Навигация по трубопроводным системам осуществляется стандартным функционалом Revit, а именно с помощью диспетчера инженерных систем. А затем выбранная система уже выгружается в открытый формат. Прежде чем мы это сделаем, давайте обратимся к настройкам элементов. Я говорил, что они должны содержать определенный перечень параметров. Посмотреть этот перечень можно в настройках модуля. Здесь подробно описаны какие элементы, какие параметры должны их содержать. Вот зеленым цветом, например, помечены параметры обязательные, их немного. И на основе представленных наименований как раз по умолчанию настроен мэппинг. То есть в левом столбце мы видим параметры, наименование параметров в расчетной программе, справа параметры элемент 3. Я в модели уже предварительно все необходимые настройки выполнил. Давайте, например, посмотрим отвод. Здесь уже были по умолчанию заданы какие-то параметры. Я их не переименовывал. Я добавил новые в соответствии с инструкцией и просто приравнял к существующим, для наглядности. В принципе, можно было просто переименовать либо эти, либо вообще ничего не добавлять в семейство, а просто внести изменения в настроечный файл. Этот способ подходит, если семейство компании более-менее унифицировано. Несмотря на то, что выгрузку мы будем осуществлять в три разных системы, обязательные параметры у них по большей части совпадают, поэтому базовая настройка проводится достаточно быстро. Можем заглянуть еще в свойства перехода. здесь также добавлены основные геометрические параметры. Ну и такая работа была проведена по всем основным элементам, которые входят в состав этой игры. давайте выполним это. Так, сейчас убедимся, какая у нас выбрана система. Пусть будет это. Указываем директорию, куда будет сохранен файл открытого формата. Дожидаемся, пока будет выполнен экспорт. Все, он завершен. Можем следом выполнить и в три другие системы. Интерфейс у всех идентичный. Как и принцип работы. Так, выгружаем гидросистему. И выгружаем в изоляцию. Пока производится выгрузка, хочу обратить внимание, что в настройках модуля можно указывать путь к настроечным файлам. А это значит, что пользователь может хранить несколько комплектов настроечных файлов. Например, один какой-то свой личный тестовый. Какой-то набор может централизованно располагаться в сети. Это могут быть наборы настроечных файлов под разные проекты. Таким образом, настройка может производиться достаточно гибко. Давайте посмотрим на результаты. И начнем, например, с программы старта. Перемещаемся. Находим сгенерированный файл. И смотрим на результат. Как вы видите, все основные элементы были выгружены. Давайте сравним наглядно. Вот этот узел. Переходы, арматура, фланцы. Все на месте. То же самое касается и программы гидросистемы. Проверяем. Отсутствие фланцевых соединений это не ошибка. Просто фланцевые соединения в расчетной схеме программы гидросистемы не участвуют. Поэтому и отсутствуют модели. Имеем идентичную модель. И, наконец, программа изоляция. В ней трехмерное изображение отсутствует. Здесь мы работаем с деревом проекта. То есть мы видим все входящие в состав данной трубопроводной системы элементы. Кстати, в гидросистеме тоже можем посмотреть, какие элементы входят у нас в состав ветвей. Как видите, экспорт не занимает много времени. Настройка для выгрузки геометрии также. Если вы хотите сократить трудозатраты максимально, то можно наполнить модель уже и технологическими параметрами, чтобы уже после передачи в расчетную программу здесь минимум действий выполнять. Можно сделать так, чтобы и не выполнять их вовсе и уже переходить непосредственно к расчету. Давайте подведем итоги увиденного. как вы видели, что модули достаточно просты в использовании. По сути, это просто окошко, которое позволяет экспортировать выбранную систему файл открытого формата. Все это работает достаточно быстро, даже на больших моделях. Модель достаточно гибко настраивается, то есть вы можете либо дополнить недостающими параметрами существующие семейства, можете в ваших семействах параметры просто переименовать, можете использовать собственные наименования параметров, а просто вмешаться в настроечные файлы. Ну, то есть выбрать оптимальный для себя вариант. Так как обмен файлами происходит через файлы открытого формата, то нет необходимости на одном рабочем месте иметь и ревит, и расчет на программу, это могут быть разные специалисты в разных филиалах, то есть можно гибко подойти к политике лицензирования или к распределению прав пользователей. Все модули выпущены на рынок, готовы для приобретения. По всем вопросам, опять же, приобретения или пробного использования вы можете обратиться к нашим дилерам или к нам напрямую. С удовольствием ответим на вопросы. Если у вас есть вопросы по расчетным программам, то также вы можете направить их либо через наших дилеров, либо по указанному адресу, и мы перенаправим их соответствующим специалистам. Также дополнительно хочу напомнить, что уже ранее совместно с CSD мы проводили цикл вебинаров по интеграции ревит и расчетных программ ТТ-трубопровод, и на них более подробно были представлены именно сами расчетные программы, поэтому соответствующие ссылки позже будут прикреплены к этой записи. Если есть вопросы по модулям интеграции, пожалуйста, готов ответить. Татьяна, Дмитрий, возвращаю слово вам. Алексей, спасибо. Сейчас я тогда продолжу свою презентацию. Спасибо, Алексей, что показали нам и продемонстрировали прекрасную интеграцию ревита с расчетными комплексами вашей компании, компании ТТ-трубопровод. Я думаю, что клиенты будут активно использовать эти интеграции в своей работе. Что ж, сейчас я подведу итог нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня мы показали вам, как создавались схемы P&ID, моделирование трехмерной модели в Revit. Также продемонстрировали как раз интеграционные решения от НТП-трубопровод. Подведу итог по поводу автокадов, что это достаточно простой инструмент, который поставляется вместе с обычным автокадом, который уже входит в поставку обычного автокада. И кроме Plant ATD туда входят еще и другие программные продукты, которые также основаны на автокаде. также есть небольшая статистика от наших клиентов. Те, кто использует автокад план 3D, смогли увеличить свою производительность на 42%, и это не какие-то наши данные, а это данные от аналитического агентства, которым может свободно распространять эти данные. По поводу применения автокада P&ID, вы можете посмотреть пример компании Uralhim, QR-код на видео их презентации вы видите на слайде, можете пройти, ознакомиться, там достаточно интересный опыт использования автокад P&ID. Ну и по поводу Revit, также хочу сказать, что это достаточно гибкий инструмент, как вы видели, что у него богатые функционалы работают со спецификациями, богатые функционалы работают со 3D-моделью, и Revit считается одним из самых таких флагманских продуктов на рынке в плане трехмерного моделирования. Ну и по поводу интеграции я хотел бы сказать, что раньше интеграция между этими программными продуктами была усложнена, и она вызывала достаточно много вопросов и трудностей в плане переноса данных. И здесь очень часто могут играть и человеческий фактор, и просто какие-то несостыковки между программными продуктами. Сейчас же как раз средствами нашей организации CSD был разработан плагин, средствами и ресурсами компании в этот провод были разработаны интеграционные плагины, которые как раз помогают в решении этого вопроса. И также упомянуть, что плагин InDadyConnector работает в локальной сети организации без подключения к интернету, его как бы основное преимущество. Ну и также позволяет свободно передавать данные между участниками проекта, никак не подключая какие-либо сторонние сервисы. Здесь из чего состоит плагин, также программные продукты от InDadyConnector провод, именно интеграционные продукты от InDadyConnector провод, которые помогают в реализации. Что ж, подведя итог, хочу сказать, что используя плагины вы не только от нашей компании, но и от компании InDadyConnector провод, вы повышаете эффективность и скорость работы ваших проектных организаций. Соответственно, вы увеличиваете, снижаете трудозастраты и можете, так сказать, приобрести финансовые выгоды от этих оптимизаций. Соответственно, вы упрощаете бизнес-процессы между вашими организациями, так как все происходит в электронном практически автоматическом виде. по поводу поставки InDadyConnector он выставляется с помощью двух лицензий, лицензия на 30 дней и лицензия на один год. Помимо самого плагина, также вместе с ним идет проект Планта, проект в Revit, демонстрационный проект, упрощенный, не такой, как вы сегодня показывали, но и соответственно, небольшая инструкция по тому, как настраивать как пользоваться плагином. Что ж, на этом мы вебинар закончили. Сейчас новая часть прошла и напоследок я хотел, чтобы вы задали какие-нибудь вопросы и также я сейчас проведу последний тест, то есть опрос, чтобы и вы не скучали и мы тоже получили небольшую обратную связь. Опрос заключается в том, что хотите ли вы, чтобы мы провели более подробную консультацию по продемонстрированным продуктам, может быть вас что-то интересует более подробно, либо вы можете просто хотите изучить какой-то материал и нам нужно его выставить вам по почте для более подробного ознакомления и уже сами ознакомьтесь с тем, что вас конкретно интересует. Также вы можете писать вопросы в чат, я их вижу. Я думаю, Алексей, вы можете сейчас подключиться, если будут вопросы к вам, то мы соответственно на вас их и переведем. сейчас проголосовало больше почти половину, то есть сейчас еще подождем. Надеюсь, вебинар был полезен вам, так что обращайтесь к нам, мы всегда рады вам помочь, независимо от того, с каким вопросом вы к нам обращаетесь, мы всегда рады вам помочь и подсказать, что какое решение будет более оптимально в вашей ситуации и в вашей организации. Ну, проголосовало уже достаточно большое количество идей, я думаю, сейчас вопрос закрою и перейдем непосредственно к вопросам, какие были вопросы, какие были заданы вам, вами, нам как спикерам. Организаторы, попрошу сфильтровать, если вдруг какие-то были вопросы, потому что сейчас я пока не вижу вопросов от участников вебинара. Если есть какие-то вопросы по гнедовик-коннектору, по ревиту, либо по интеграциям с продуктами от НТП, вы можете задавать вопросы как мне, так и Алексею. мы сейчас активно ждем ваших вопросов. Дмитрий, в 11.15 поступил вопрос, адресовала его вам, смотрите, пожалуйста. Татьяна, продублируйте, пожалуйста, сейчас что-то не могу найти вопрос. А, по поводу библиотек элементов, правильно? Да, все верно. Ага, да, вот вопрос поступил. Скажите, пожалуйста, библиотеку элементов нужно создавать или она уже существует в настройке? Ну, смотрите, это вопрос по поводу Пинда и по поводу Планта 3D. Когда вы создаете проект, первоначально уже какие-то элементы есть. Вам не нужно создавать всего с нуля. Ну, соответственно, вы можете создавать библиотеку на создать библиотеку, наполнить ее теми элементами, которые вы имеете, которые вам нужны, которые используются в вашей организации и на основе этого проекта уже создавать новый проект. То есть, когда вы создаете проект, вы его создаете на основе проекта шаблона, в котором уже помимо всех графических обозначений также включаются еще и настройки всего проекта. То есть, соответственно, вам не нужно выполнять и повторять все те же настройки. То есть, соответственно, вы тем самым переносите библиотеку из проекта шаблона в новый проект и, соответственно, уже практически бесшовно продолжаете работать в новых файлах, новых проектах. И помимо непосредственно библиотеки вы можете переносить и политные инструменты. Но политные инструменты переносятся уже стандартными средствами автокада через либо палитру адаптации, либо через палитру настройки. Если вам интересно как-то сделать подробнее, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите на почту на вот мои контакты. Также можете писать на почту полегче, если есть вопросы по поводу интерпретру проводов. Надеюсь, я ответил на вопрос. Если нет, то напишите еще раз в чат, если вам что-то было непонятно. Дмитрий, у нас еще два вопроса поступило. Также адресовала их. Обратное проектирование изготовлено в проект Revit возможно. Не совсем возможно вы имеете ввиду перенос из Revit в план 3D. Сейчас такой возможности нет. Именно перенос изменений из модели Revit в схеме P&ID. Если будет достаточно много запросов на эту возможность, то мы можем договориться с разработчиками. Либо это сделать в индивидуальном порядке в вашей организации как отдельный проект внедрения. Для этого у нас работает отдел консалтинга, который как раз и занимается внедрением новых инструментов и внедрением программных продуктов на организации. Я думаю этот вопрос можно решить в индивидуальном порядке, но сейчас пока такой возможности нет. И второй вопрос передачи ваших библиотек в InDesive возможно. Наших библиотек вы имеете в виду, которые сейчас есть в текущем проекте, который я демонстрировал. Вот эту библиотеку можно перенести, то есть она поставляется вместе с демонстрационным проектом. То есть когда вы приобретаете лицензию PNZD Connect, как я говорил ранее, вы еще получаете демонстрационный проект как в AutoCAD Plan 3D, так и в Revit. И в AutoCAD Plan 3D есть те элементы, которые я показывал. Ну и соответственно семейство также есть. Если я правильно понял вопрос именно про наши библиотеки PNZD. пока больше не вижу вопросов. Сейчас еще подождем буквально пару минуток, а так еще появился вопрос. программой поддерживается расчет напорных пульсопроводов с транспортированием материалов в космосе больше 50 миллиметров. пульсопроводов скорее всего я думаю почему бы нет здесь же мы не ограничены как размерами трубопроводов так и содержимым этих трубопроводов все зависит от того какое оборудование вы используете и какая схема технологическая схема ваших трубопроводов. Сейчас я вам просто показал такие условно маленькие диаметры трубопроводов но в настройках вы можете указать те диаметры которые нужны вам для вашего технологического процесса. В схеме P&ID это условные трубопроводы и там графически это никак не выделено я имею в виду графически не выделены диаметры тех трубопроводов которые нужны. А в ревите в настройках именно типоразмеров трубопроводов вы можете выбрать те размеры которые нужны именно для вас. Надеюсь я правильно ответил на вопрос полно ответил. Может быть будут какие-то вопросы к Алексею по поводу интеграции потому что это тоже немаловажный этап в разработке раздела ТК или может быть Максим Данилов вы имели в виду по поводу расчетов может уточните вопрос не только модерирование но и по поводу расчетов а Алексей я думаю что вопрос может быть Алексей вы сейчас здесь по поводу расчет использования материалов крупностью больше 50 мм нет на данный вопрос затрудняется ответить ну я думаю вы сможете в личном порядке связаться и более детально обсудить данный вопрос вам и вам спасибо вообще за вопросы потому что от вас я так понял было много вопросов что ж ну я думаю мы наверное можем закончить сегодняшний вебинар мы как раз в тайминге как раз полтора часа мы как планировали так его и провели если вдруг у вас какие-то возникли вопросы пожалуйста пишите нам мы будем мы с радостью вам ответим также тем кто на последнем в последнем тесте ответил что хочет получить дополнительный материал мы его обязательно вышлем так что не беспокойтесь вы получите всю необходимую информацию по данным вебинара также по интеграциям между программными продуктами так что хочу вас поблагодарить спасибо за внимание до свидания всем спасибо спасибо